Мы продолжаем серию передач для молодёжи. Жизнь в победе. А знаешь, когда ты во тьме, ты бежишь от общения. Ты не хочешь на домашку, ты не хочешь входить в Zoom, ты не хочешь общаться. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Молодёжь, послушайте. Вы творческие люди. Вы победители. Приветствую вас, драгоценные братья, сёстры. И мы продолжаем серию передач для молодёжи. Жизнь в победе. Аллилуйя! В прошлой передаче мы говорили об Иисусе Навине, о Халеве. И мы ещё вернёмся к ним, вернёмся к обитованной земле. Но сегодня, вы знаете, мы поговорим о чём-то важном, так же важном, как и то, что нужно быть мужественным, что нужно уничтожать страх на корню. И мы говорили, что страх — это твой заклятый враг. Ступенька к страху — это сомнение. Ты должен знать это, помнить это. Ты должен засевать свой разум мыслями уверенности. И ты поймёшь, что на самом деле Бог всё время изливает на тебя благодать. Только наши негативные мысли являются этим препятствием благодати войти в наше сердце, действовать через него, войти через нас в обстоятельства нашей жизни и сделать невозможное. Помните, ты можешь быть тем, кем ты хочешь быть. Когда мы молодые, мы формируемся. Мы формируемся всю жизнь. Ну, поверьте, молодёжь, подростковый возраст, юность, молодость — это время, когда ты формируешься. Именно поэтому Давид, о котором мы ещё поговорим, он формировался. Он в 17 лет убил Голиафа. Он был помазан на царство. Но почему он не стал царём? Потому что нужно было сформироваться для своего призвания. И знаете, бывает, у человека есть призвание. Но не пришло ещё время. И люди, как Моисей, они знали своё предназначение. Они знали, что они должны вывести народ израильский из рабства. Но они не знали времени. Они не дожидались того откровения Рэма. Поэтому Моисей нас 40 лет раньше взял и убил египтянина. Беги! Беги! Я сам спрячу тело! И всем сказал, я ваш избавитель. Но никто его не послушал. Бог сказал Аврааму, что твои потомки будут в рабстве 400 лет. Но так как Моисей поспешил буквально на 10 лет, то вышли евреи из Египта не через 400 лет, а 430 лет. Потому что Моисей сформировался. И когда он был сформирован, Бог нашёл его. Он найдёт тебя даже в пустыне. Он найдёт тебя даже через терновый и горящий куст. Он найдёт тебя везде, послушай, когда ты сформированный. Когда вы знаете своё призвание, не думайте, не спешите, не прыгайте в него. А что мне делать, пастор, сейчас? Делай то, в чём нужда. Будь послушен. Елисей, он был призван быть пророком, который сделает чудес в два раза больше, чем Илья. Который будет иметь помазание двойное, которое было на Илье. Но что делал Елисей? Он не пришёл к Илье и не сказал, да кто вообще такой? Я помазание буду иметь в два раза больше, чем на тебе. Ты должен меня слушать, а не я тебя. Нет. Написано, он лил на руки Ильи воду. Он завязывал ему шнурки. Он чистил его обувь. Он стирал ему одежду. Он гладил ему рубашки. Он мыл его машину. Понимаете? Он двигатель его мыл. Ну, двигатель — это осёл, понимаете, на который они ездили. Он купал этого осла, чтобы он был чистенький. Хотя Илье этому же это не надо было. Но он служил Илье как слуга. Хотя знал, кем он призван. Теперь послушайте. Но пришло время. И Елисей получил это помазание. А Илья ушёл на небо. И всё равно Илья, как отец, является самым важным. Важнее, чем Елисей. Иоанн Креститель пришёл в духе Ильи. В последние дни придёт Илья, написано. Ещё будет такое время, когда Илья снова придёт. Представьте себе, Боже мой. Иисус говорит об Иоанне Крестителе. Илья пришёл. И вы не увидели его. И он говорил об Иоанне Крестителе. Вдумайтесь, насколько серьёзно. Елисей, он был так помазан, что когда шли похороны, и мёртвого человека, которого хоронили, вдруг побежали враги на них. И они бросили труп. И труп упал на могилу Елисея. И этот труп воскрес. Просто потому, что он упал на могилу Елисея. Настолько помазание было. Оно осталось в костях Елисея. А оно не было передано другому. Вот почему важно отцовство. Вот почему важно. Но сегодня, друзья, я должен вам прочитать что-то важное из Библии. Без чего ваша юность, ваша молодость не позволит вообще вам сформироваться правильно. Вы не сформируетесь правильно без этого. Без чего вы не сможете сформироваться. Итак, послание к евреям, 12 глава. И мы с вами начинаем сегодня говорить об этом. Говорится так. 14 стих. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Боже мой, Боже мой. Братья и сестры, послушайте меня. В юности мы можем быть очень подвержены. И во всей жизни мы всегда подвержены тому, чтобы потерять это зрение. Вы понимаете, Бог, Он живет как в чистой воде. Чистые сердцем Бога узрят. Имеете святость, это отделение от мира, от грязи, от греха. Грех – это грязь. Отделить себя. Нечистый мотив внутри. Ты стоишь на сцене, ты поешь, проповедуешь. Но какой твой мотив, если он нечистый, это грязь. Если ты не отделишь себя, ты не увидишь Бога. Понимаете, сегодня я хочу вам сказать, что всем мы испытали, что когда только мы где-то согрешали, где-то мы попадали и теряли святость, моментально мы теряли зрение, мы переставали видеть Бога, мы запутывались, у нас опускались руки. И только благодаря благодати Божией Господь нас вытягивал с этого. И учил нас тому, что мы всегда должны хранить святость. И имейте святость, без которой никто не увидит Господа. Я хочу, чтобы вы поняли, Бог, вы знаете, как рыба, не может жить в грязной воде. Так и Бог не может обитать Дух Святой в грязном внутри духе, в грязной душе. Посмотрите на эту воду на одну минутку. Я хочу, чтобы вы увидели, посмотрите на нее. Эта вода, только гляньте, она кристально чистая. Здесь много метров глубины. И в то же самое время вы можете рассмотреть то, что на дне. Ты, точно так ты, когда ты свят, когда в твоей жизни ты удаляешься от зла, ты удаляешься от того, что может вымазать тебя. Ты должен знать, ты будешь видеть далеко. У тебя будет зрение, как у орла. Потому что Бог делает тебя зрячим. Ты видишь Бога, ты видишь все. Ты поступаешь почему-то правильно, потому что ты стартанул правильно. Запомните одну вещь. Все тайное станет явным. И это не значит, что Бог хочет вынести все твои грехи и чтобы все их узнали. Да нет, не в этом дело. Просто то, что внутри тебя, если там искренность, то люди увидят, как Бог поднял тебя. Если ты внутри не уважаешь святость, не чтишь Бога, если ты внутри даже запутался, никто не говорит, что ты плохой. Все люди на жизненном пути, все кроме Иисуса Христа, все согрешают. Но очень важно, послушайте, иметь выход, знать выход. И вы должны знать, без святости никто не увидит Господа. Тогда у меня вопрос, Боже, что мне делать? Боже, что мне делать, чтобы сейчас просто изменить все? А знаешь, когда я читаю псалмы, я иногда видел себя там. Давид говорит Богу, говорит, я погряз в глубоком болоте. А говорит, помоги мне, ты извлек меня из тенистого болота. Ноги мои поставил на пространном месте. Я читаю, думаю, Господи, Господи, ты дал Давиду пройти так много. Об Иисусе говорится, вы знаете, говорится, что Он священник, который испытал все. Испытал все, чтобы понять нас. Поэтому Иисус понимает нас. Давид, он, как знаете, говорили, Иисус сын Давида. Давиду много пришлось пройти. Он говорит однажды, что беззаконий больше, чем волос на голове моей. Скажи, что мне делать? Помилуй меня. Он не просил ни в коем случае, знаете, чего-то, знаете, там, справедливости. Он просил милости. Он просил милости. Помилуй меня, помилуй меня. И Бог его омиловал. Итак, давайте поймем первое. Первое. Молодежь, послушайте. Если с самого начала вы не поймете, что основой, краеугольным камнем в вашей жизни является страх Господень. Страх Божий. Что краеугольным камнем и солью в вашей жизни является святость. Знайте заранее, что дьявол поджидает вас. Он придет в самый неподходящий момент. Он сделает зло. Он сделает зло там, где ты не ожидал. Он включит всевозможные старых демонов. Он включит родовые проклятия. Он включит твои слабости. Вы знаете, мы должны уметь сохранить себя. В этой передаче я просто хочу сказать вам, мы будем продолжать в следующей передаче говорить об этом. И я хочу практические советы вам дать. Но сейчас послушайте меня. Вы должны знать. Когда с тобой что-то случается, что нам говорит Писание? Посмотрите, Писание нам говорит, Иоанна, 1 глава, 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Знаешь, когда ты во тьме, ты бежишь от общения. Ты не хочешь на домашку, ты не хочешь входить в зум, ты не хочешь общаться, ты не берешь трубку, ты не отвечаешь на сообщения. Послушайте дальше. Если, посмотрите, ну если мы общаемся, то начинается процесс, мы ходим во свете, свет позволяет нам общаться. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас. Что значит очищает? Давайте переведем это слово по-другому. Освобождает нас от всякой зависимости и рабства. Освобождает нас от всякой зависимости и рабства. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Интересно. Если исповедуем грехи наши, то есть признаем грех грехом, то он, будучи верен и праведен, посмотрите, о Боже, я прошу вас, пожалуйста, сейчас, в этот момент, я умоляю вас, пожалуйста, включитесь. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Бог, это только, только подумать надо, что как только мы говорим с Богом исповедовать, это значит говорить с Богом одно. Понимаете? Говорить с Богом одно. Если это грех, говорить это грех. На болезнь, что она исцелена. Я исцелен ранами Иисуса Христа. Это исповедовать с Богом одно. Вот что такое в самой сути исповедания. Вы должны признать это грехом. Отречься от этого. И кровь Иисуса Христа омоет тебя. И он, будучи верен и праведен, он свою верность и праведность доказывает. Молодежь, послушайте. Мы узнаем Бога, как Бога-целителя. Знаете, когда я пришел к Богу, я узнал Бога, как Бога-целителя. Когда мне было 15 лет, за 5 лет до этого, я был в тяжелых обстоятельствах. Я был в очень плохом заведении, в карцере. И, знаете, там было настолько ужасное условие. И я молился Богу, потому что бабушка научила меня. Это была моя первая молитва, когда Бог пришел. И Бог избавил меня. Бог спас меня. Каждый из нас узнаем Бога, как... Я знаю Бога, как того, который дает финансы. Я знаю Бога, как того, который сегодня отвечает на мои молитвы. Я знаю, как Бога, как того, который защищает. И Он нас защищал свиточкой. Мы познали Бога на опыте. Ты должен пережить Бога. Понимаешь? Но вот послушай, о чем идет речь. Ты должен познать Бога, как прощающего Бога. Он свою верность и свою праведность доказывает тебе тем, что прощает тебя и очищает от всякой неправды. И 10 стих говорит, если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым. И слова Его нет в нас. Кто говорит, что Он не согрешил, представляет Бога. А Лживым. И Его слова в человеке нет. Поэтому, знаете, мы всегда должны уметь. Что-то нужно вынести во свет. Что-то нужно прийти и кому-то сказать. Первые годы, когда я покаялся, то первые годы, друзья, я проработал, отдавая людям деньги, которые я взял у них в мире. Взял против их воли. И мне пришлось прийти и признаться. Я рисковал, друзья, тем, что моя судьба пойдет совсем по-другому. Мне было очень страшно. Но я понял, что если я этого не сделал, я никогда не смогу иметь отношения с Богом. И мы с Викторией приходили к людям и говорили, простите нас, простите нас. Я был уже в колледже. Мы по-прежнему отдавали деньги людям, у которых взяли. Это много лет, друзья. Каждый месяц. Многие так не относятся серьезно. Но Бог хочет, чтобы ты понял, что грех должен быть исповедан. Если ты взял что-то чужое, верни. Если ты обманул кого-то, признайся. Ты понимаешь, покаяние – это очень и очень серьезно. И в этой передаче я вам говорю, выход для того, чтобы быть святым, это покаяние. Покаяние – это когда ты ложишь себя на алтарь. Можно сказать, ты подставляешь сам себя. Ты позоришь сам себя. Ты буквально, знаешь, как будто бы то, что было тайно, ты делаешь явным. И уже за эти грехи ты не можешь быть судим. Амин. Следующая передача. Мы поговорим. И я верю, братья и сестры, что вы сегодня уже думаете о святости, думаете о том, как победить. Мы поговорим, какие грехи преследуют молодежь. Ждите следующей передачи. Я благодарю вас всех за ваше служение. За то, что вы, творческие люди, вы смотрите не на какие-то причины, почему нельзя. Нельзя. Вы смотрите на возможности. Почему можно что-то для Бога сделать. Вы победители. Вы мужественные. Вы не страшитесь врага. Халлилуйя. Вы наполняетесь мыслями уверенности. Ты можешь быть тем, кем ты хочешь быть. Амин. И я благодарю сегодня каждого партнера, потому что вы сегодня продвигаете Царство Божье. Слава Иисусу Христу по этой земле. Бог дал им видение войти в каждую страну. И сегодня ты, дорогой партнер, очень важный человек. Для Бога очень важный. Сегодня ты очень важный для каждого из нас, потому что один в поле не воин. Бог создал нас всех вместе, как в телах. И твое предназначение сегодня, чтобы через твои финансы чей-то ребенок был исцелен, чей-то отец, он был полностью восстановлен, чья-то мама, она была полностью освобождена от родового проклятия болезни. Через тебя Христос будет славиться в домах. Пусть загорится в домах свет. Пусть там зажгут просто свечи. Пусть там празднуют. Пусть там торты стоят. Пусть там люди просто ликуют. Когда я слился, это был такой праздник. Я бегал, я всем кричал и говорил об этом, что я буду жить. Халилюя! Да благословит вас Господь. Спасибо партнерам. Спасибо всем, кто молится за нас. Мы искренне, просто преклоняемся перед вами. Спасибо вам. Благодарим Бога за вас. Эмэ. Да благословит вас Господь. Спасибо. Молодой возраст это время твоего формирования. Но сформироваться правильно ты сможешь только в Боге. И в этом тебе поможет серия передач для молодежи с апостолом Владимиром. После каждой передачи тебя ожидает домашнее задание. А в конце будет молодежная встреча в Зуме и экзамен. И одну из таких передач ты посмотрел сегодня. В ней апостол Владимир учил о святости и о страхе Господнем. Давайте подведем итог. Первое. Основой нашей жизни является страх Господень. Второе. Солью нашей жизни является святость. И выход, чтобы жить святой жизнью – покаяние. Напиши нам в комментариях, какое слово тебе особенно коснулось. Или позвони на наш школцентр. И вот мы переходим с вами к домашнему заданию. Сейчас я вам прочитаю одно местописание из Библии. Это притча 8 глава 13 стих. Страх Господень ненавидит зло. Гордость и высокомерие и злой путь и коварные уста я ненавижу. Это местописание нужно выучить наизусть и размышлять в нем. А второе задание – каждый день молись по 30 минут за себя и за свое сердце. И, конечно же, пересмотри эту передачу 10 раз, чтобы она отложилась в твоей голове. И помни, Бог любит тебя и Он хочет, чтобы у тебя была великая судьба. Встретимся в следующей передаче. Знаете, гордость – это грех, который был впервые совершен не на земле и не человеком. он был совершен в царстве Бога. И он был совершен его помощником. И, знаете, его самым таким важным помощником, который приносил ему славу, Люцифером. Конец Н未 SIM , Евгений Египет Он был совершен его мать. Гарри и plead